добрый день дорогие друзья наши подписчики здравствуйте все кто сегодня с нами кто нас смотрит с вами компания арбат холм с солнечной алании я ведущая нашего youtube канала татьяна пикер что у нас сегодня на повестке дня конечно же долгожданная тема это школы а именно господин государственные школы и так вы решились на переезд в аланию солнечную турцию детки ваши подросли и нужно их отдать в школу и перед вами дилемма государственная школа или частная школа есть свои плюсы есть свои минусы давайте сегодня подробно поговорим об этом каждом районе есть государственная школа но вы можете пойти только в школу по прописке перед тем как подать документы в школа школу для своего чада директор школы или представитель бухгалтерии по систему по государственной системе по интернету проверяет относитесь ли вы в данной школе или нет итак какие же нужны документы первое это внж вид на жительство или и комет неважно вы приобрели его в виду покупки недвижимости или аренды это абсолютно неважно и второе это по-турецки gtg кимлик бельгисы это временное удостоверение личности которые вы получаете в миграционной службы службе здесь в алании и третий самый важный документ это день клик бельгисы а теперь слушаем что это такое день клик это документ который подтверждает аттестат или ваш диплом его равнозначность турецкому турецкому уровню очень хорошая новость для аланийцев теперь документ день клик бельгисы можно получить не в анталии в министерстве образования а в алании в министерстве образования которые находятся в самом центре алании если будут вопросы я могу отправить ссылочку и также локацию министерство образования в алании документы для получения день клика во первых внж оригинал и копия паспорт ребенка оригинал и копия аттестат за последний год если ваш ребенок проучился хотя бы один год у вас на родине обязательно нужно предоставить аттестат оригинал и копию паспорт родители не забудьте поставить а постель у вас на родине на аттестат паспорт родители оригинал и копию если родители в разводе документ подтверждающий опекунство переведенный на турецкий язык присяжным переводчиком если у детей и родители разные фамилии приложить обязательно нужно документ подтверждаешь этот факт например мама Сидорова, дочка Сидорова, а папа Петров. То есть вы прикладываете свидетельство о рождении, где будет написано, что мама и дочка Сидорова, а у папы другая фамилия. В настоящее время в Турции образование обязательное 12-летнее. Начальная школа, средняя школа и лицей. С 1 по 4 класс это у нас начальная школа, с 5 по 8 класс средняя школа и лицейные годы с 9 по 12. Все государственные школы бесплатны. Я отучила своего ребенка в частной школе в первый класс, во второй класс он пошел уже в государственную школу. Оплачивала в начале года только 200 лир за побелку стен, за покраску, может быть какую-то парту новую купить. То есть каждая семья, каждый родитель какую-то небольшую денежку, может быть даже за концтовары оплачивал, а все остальное бесплатно. В начальной школе детей ведет в течение четырех лет один учитель. Как бы не хотелось родителям выбрать учителя, к сожалению, это невозможно уже. К кому попадете? На самом деле очень опытный и профессиональный учитель это очень важно, потому что напрямую на 100% желание ребенка зависит именно от него или от нее. То есть от взаимоотношений между учителем и детьми, а также от подачи информации. Все предметы преподаются по единой системе. Единственно, учитель, проявив свою собственную инициативу, может дать тот или иной предмет глубже. Приведу вам пример. Сын моей близкой подруги учится во втором классе в государственной школе, но программу турецкого языка и математику им учитель дает по собственной инициативе третьего класса. И дети, как губки это впитывает, им не тяжело, потому что учитель хорошо преподает свой предмет. Ясно и понятно. Следующее. Униформа. Униформа во всех школах обязательно. Есть только одна частная школа, называется она Валдорф, где нет униформы. Что касается учебников. Учебники в начале года вы получаете также в своей школе бесплатно. Следующий вопрос. Сервис. Если ваша школа далековато расположена от вашего дома, можно договориться с энной транспортной компанией и за определенную сумму, а конкретнее от 100 до 300 лир в месяц, вы оплачиваете за сервис. Вашего ребенка утром забрали, после обеда привезли домой. Зависит стоимость от расстояния между школой и вашим домом. В среднем в государственных школах в классах от 25 до 45 человек. Уроки начинаются в 8.30, в 8.45 или в 9, в зависимости от школы, и заканчиваются ближе к часу дня. Экзаменов в начальной школе у нас нет. Первый экзамен сдается в конце второго полугодия начальной школы, то есть в 4 классе, когда дети переходят в среднюю школу. Оценки не ставят ни жизнь, а конфетка. В каждой школе есть иностранные дети. В школе, где учится мой сын Селим, около 5%, не больше. Конечно же, в Махмутларе, где проживает очень много русскоговорящих, процент детей в школах гораздо больше. И один из главных вопросов, которые вы задаете наши дорогие клиенты и подписчики. Есть ли условия знания обязательное турецкого языка, когда вы отправляете свое чадо в школу? Конечно же, нет. Ни в государственную, ни в частную школу такого условия приема ребенка нет. Дети очень быстро адаптируются, дети очень быстро обрастают друзьями, окружением, знакомыми. Они впитывают в себя турецкий язык или любой другой иностранный язык, как губки. Это только родители, извините меня за слово, трясутся над своими детьми. Вай, 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 мой ребенок в незнакомую обстановку, в незнакомую школу, в другую страну пойдет в школу и языка не знает. Если вы хотите успокоить свое собственное «я», наймите себе репетитора. Репетитора себе и ребенку, чтобы знать какие-то азы, можете отдать свое чудо на курсы. Но не стоит этого делать на год, на два и на три. Буквально элементарно самую базу отдали, и ребенку будет проще. А так, в принципе, я вот еще какой вам приведу пример. Если у вас больше одного ребенка, два или несколько, и если они ходят в турецкую школу, то вы увидите, что уже через 2-3 месяца они начнут между собой дома говорить по-турецки и скрывать от вас какие-то секреты. Я это видела своими глазами и делюсь с вами своим опытом. Если вы работающие родители, и ребенок ваш входит в городскую школу, то обязательно нужно, чтобы дома кто-то был, дядя, тетя, родственники, может быть, соседи, знакомые, которые могут в час дня принять вашего ребенка, покормить, сделать с ним уроки, чтобы душа ваша была спокойна. Работающие родители именно поэтому предпочитают частные школы. Но в Турции есть продленки. Продленки, они платные. Продленки находятся вне школ. Это как отдельная организация, также есть сервис на автобусы. Они возят, забирают вашего ребенка после школы, делают с ними уроки. Есть различные кружки. Ничего не могу сказать конкретно по сумме. Это зависит от количества кружков, от разновидностей, в которых будет участвовать ваше чудо. Не меньше тысячи лир, тысяча, полтора и выше. Я просто узнавала в прошлом году для своего. Ну вот, в связи с пандемией сидели мы год дома. Мой вам совет. Если вы только приехали в Аланию, в Анталию, в Турцию, и уже нужно отдавать ребенка в школу, начните с государственной. Начните с государственной. Попробуйте, нравится ли ему учиться, не нравится. Будут ли у него какие-то способности. Может быть, потребуется углубленное знание иностранного языка. Тогда вы сможете рассматривать частную школу с каким-то уклоном. Всегда в частную школу вы перевести свое чадо успеете. Почему? К сожалению, я сегодня рассказываю вам не в школе. Хотелось бы показать и коридор, и, может быть, что происходит в классах. Познакомить с директором хотя бы моей школы, куда ходит Мусин. Но, к сожалению, у нас вайрам праздник. Все закрыто. Никто не работает. И, так как государственная школа – это государственное учреждение, нет разрешения на съемку внутри зданий. Очень хотела с вами поделиться этой информацией. А ждать мы разрешения не будем. Поэтому, надеюсь, что видео будет для вас полезным. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, пишите своим менеджерам. Будем с вами делиться информацией. С вами была Татьяна Пекер и Солнечная Аланьи. Пока-пока!